Итак, иммиграция в Америку. С вами Ксения Визова, эксперт в визах по всему миру и учредитель компании USVIZU. Она действительно не такая уж и сложная по сравнению с другими странами, как Австралия, Швейцария. В общем, в Америку варианты получения грин-карты, а это и есть официальный документ полноценного жителя Америки. Потом вы можете уже получить паспорт, если вам надо, либо также остаться с грин-картой. Она бывает и десятилетняя, потом она продлевается. Поэтому как же получить эту заветную грин-карту? Да не сложно. В лотереи грин-карт до сих пор практически все бывшие страны СНГ имеют право играть каждую осень в лотереи грин-карты. Да, когда вы выиграете, надо найти место с собеседованием. Да, там будут сборы, да, там будет медицина. Но это все равно не так дорого, как получить другое гражданство других стран. Там, поверьте, расходы будут выше. К примеру, Гренада – это порядка в 300 тысяч долларов купить гражданство Гренады. Продолжим. Гражданство Америки, получение той самой грин-карты, грубо говоря, это то и есть. То есть выиграть, либо жениться на граждане Америки, у кого уже американский паспорт. То есть либо он постоянный житель, либо он там родился, либо кто уже получил паспорт. Вы имеете право на нем жениться, и вы полноценно получите грин-карту и будете тоже резидентом Америки. Либо приехать туда по турвизе, и когда вам там понравилось, открыть компанию, либо устроиться на работу. Когда вы устроились на работу, вас присоединяют к Extraordinary, либо KB1. В общем, вариантов остаться, легализоваться на месте очень много. Это и есть иммиграционные визы, и тоже можно остаться. Либо просто купить. Да, Америку можно проинвестировать, и грин-карты дают на всю вашу семью, а сбор инвестиций в течение пяти лет вам основное тело вернут. То есть вариантов получить американское гражданство в кратчайшие сроки очень много. Поэтому Америка так распиарена на эту иммиграцию. А теперь давайте поговорим о том, о чем вам никто не говорит, и на самом деле никто не вещает. О минусах этого гражданства. Почему не стоит торопиться с лотереей грин-карт? Первое. Я не раз вам буду вещать и буду продолжать. Выиграв грин-карту, вы обязаны 180 дней в году плюс один день жить в Соединенных Штатах Америки. Что подразумевает платить налоги, потому что большую часть в году вы живете в Америке. Это самый важный и уже никому не секрет минус. Потому что если вы достаточно известный человек и богатый, отследите, а не просят отозвать это гражданство. Богатейшие люди нашей страны отказываются от американского гражданства. Да, вовремя их никто не предупредил о налогах. Да, вовремя никто не предупредил, что не так уж просто теперь отказаться уже от американского паспорта. От грин-карты еще проще. Но и от паспорта, и от грин-карты отказавшись, вы крайне подтвергаетесь тому, что уже визу обычную туристическую, рабочую в Америку вам, скорее всего, больше не дадут. Потому что вы заявляли себя как иммигрант, не стали там жить, отозвали. Теперь Америка для вас закрыта. Недавний кейс. Саша Кондрашов. И все насоветовали, что ты же ютуб-блогер, тебе можно экстраординар-визу. Но его попросили проконсультироваться у меня. И я сразу же сказала. Так, кто сказал, что экстраординар-виза не подтвергает того, что вы обязаны платить налогов? Это раз. Второе. После экстраординар-виза, да, можно подать на Эбиван, либо сразу на Эбиван и получить грин-карту. Но ты становишься резидентом Америки, и ты обязан по 108 дней в году там жить и платить там налоги. Что, конечно же, со мной спорили, говорили, там крутейший консультировали. Я сказала, ну, услышите, пожалуйста, меня не советуют за красивые глаза. Наше агентство очень много что сделало, прежде чем это советовать. Поэтому не торопитесь с эмиграцией, если вы точно не решили там жить. Но если ты решил там жить, и для тебя там есть стабильная работа, и твое высшее образование легко там защитить, то, конечно же, это очень удобная страна. Потому что там все условия для твоей жизни. Но взвесь все за и против. Чаще всего люди торопятся. А уже отказаться от имеющейся грин-карты, ребята, визу крайне сложно получить. Менее одного процента, что вам ее одобрят. Более того, даже коренной американец, который там родился, имея крупную компанию, не секрет, все чаще отказывается от американского гражданства. Потому что налоги в виде 50% не каждый может себе позволить. Не торопись. Сначала сделай визу, попутешествуй. Виза всегда долгосрочная. Ты можешь и по 6 месяцев там быть, и можешь еще раз въезжать-въезжать. Присмотрись. Может, оно тебе и не надо. А уже обратно отказываться крайне сложно. И грин-карту, когда ты выигрываешь, получить тоже, пройти собеседование, пройти всю медицину, это тоже расходы. Поэтому подумай, прежде чем подаваться на грин-карту. И если ты уж думаешь, что я тебя отговариваю от грин-карты, нет, это прекраснейшая страна. У меня племянники там живут, у меня сестра там живет. Это прекраснейшая страна для тех, кто готов эмигрировать и там жить. Если ты точно готов, то да. Потому что моя сестра стоматолог там, а стоматологи там хорошо получают, хорошо зарабатывают. Да, дорого защищают свой российский диплом. Да, долго и дорого. Но это того стоит. Поэтому я не отговариваю, но прошу все взвесить за и против. Потому что эмиграция это все-таки стресс. А во-вторых, получив грин-карту и не живя 6 лет по полгода минимально в Америке, у тебя ее вправе изъять. Ну, либо даже если тебе там не понравилось, ты не ездишь, у тебя ее взымут. А потом визу получить невозможно. Почему невозможно? Потому что так и посольство говорит, вам давали грин-карту, вы по ней не жили. И, скорее всего, будет все чаще отказ-отказ. Опыта хватает. Это так и есть. Все чаще приходят люди, говорят, у меня была грин-карта, я не ездил, у меня изъяли. Что делать? Так и что делать? Америка просит, конечно же, восстановить вам грин-карту. Америка заинтересована дать вам все-таки грин-карту. Больше шансов воссоединить грин-карту, чтобы получать с вас налоги, чем получить обычную туристическую визу. Это факт, основан на огромном количестве людей. Ну, а на этом все. Если у тебя остались вопросы ко мне, пиши в комментариях под этим видео. Ну, а если нужна подробная консультация под тебя, ссылки будут в описании. Ну, и не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Информация меняется каждую неделю. С вами была Ксения Визова, Билет Майами. И честно, как это на самом деле... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова